Приветствую вас друзья, вы на YouTube канале Все для Клева и в сегодняшнем видео я хочу возродить рубрику Клевое место это та рубрика, в которой рассказывается о характеристиках подъема и особенности ловли на них, а также другая информация, которая была бы интересна подписчикам но отличием является то, что именно вы будете снимать данное видео и будете рассказывать о своих интересных местах, где вы ловите ведь их так много и в Украине, и в ближнем и дальнем зарубежье всем будет интересно посмотреть, где и как проходит ваша рыбалка ведь это же здорово увидеть рыбалку во всех уголках Украины и не только правила и условия появления вашего видео на канале Все для Клева вы можете посмотреть в описании под этим видео друзья, ну а сейчас встречайте первого подписчика канала Все для Клева который снял для вас видео друзья, не судите его сильно строго, он снимает это видео в первый раз но я уже умолкаю и предоставляю слово Павлу Доброе утро, подписчики канала Все для Клева мы решили поучаствовать в новом проекте Александра это пилотный проект, в котором каждый из подписчиков может заснять видеообзор своей рыбалки и поделиться какими-то секретами, да и вообще облегчить жизнь рыбаков, которые собрались ехать на тот водоем, который мы вам сейчас хотим показать мы собрались в первый раз как бы в разведку на Красную косу в Белгороднестровский район Одесской области есть места на Днестре, наверное, из-за того, что запрет или вариант номер два, что ничего не ловится но людей хватает, да, в принципе погода сегодня, конечно, удовольствия дорога, конечно, радует как стопорушка, да едешь и не напрягаешься езжаем к рекордонный район сейчас пограничники нам должны выйдут талончик доброе утро доброе утро двое, да спасибо талончик получил покажи сейчас все как положено шестнадцатая травма шестнадцатая травма шестнадцатая травма доброе ну талончик отдали, поехали дальше указатель красная коса уходим налево но дорога идет уже само село так, я так понимаю, что советская власть закончилась начинается экстрим ха-ха-ха это уже так здесь весело все, пошла питомка доехали здесь, я так понимаю, что центр конечные маршрутки налево давай, брат, налево давай, брат, налево здесь в магазинчике назарчики и утро а здесь уже жизнь кипит полным ходом да, тут сейчас не надо мясо продается да жизнь бурлит целе все, двигаемся потихоньку спустя спросили у местных жителей направление нам дали постоянно прямо едем никуда не сворачиваем сказали, что это за конца села доехали до весовой развилка налево направо налево пойдешь коня потеряешь направо пойдешь сам погибнешь поехали прямо полевая дорога ну такая плотно накатана чтоб промочиться она уже наверное сутки дождь шел берем правее я так понимаю вот это хозяйство остановочка так, правила на водоеме вот они здесь у нас подрегаем 31 32 4 килограмма разрешено вывозить остальное уже с доплатой 300 гривен рыбалка ночная рыбалка еще плюс 300 мы на месте пытаемся парковать автомобили верешка вот вот уже рыбаки с утра стоят здесь нормально нормально здесь широко никому мы здесь не мешаем вот такие здесь места потому что мы здесь в аккурат поместимся никому мы здесь особо мешать не будем нет вот здесь там Игорёня пусть мы тут тут машину оставлять вот здесь тоже нормально здесь хорошо не, нормально, да здесь покомфортнее что не говорить в принципе комфортно добрали за час никаких проблем Смотри, Игорёня у тебя тут все по ферме да нормальный ход бойловые снасти да ты будешь ставить сладфидер понял бойловые по каналу левый сектор у нас будет более спортивная рыбалка правый сектор торбохваты попробуем всеми местами ловить а потом сделаем обзорчик на что у нас было предпочтение что предпочтение отдавало рыбу так это что за снасть у тебя давай сюда на кулечек будет лучше наверное видно так чтоб понимать солнышко прямо светит сюда значит здесь у нас вот нас волосок здесь уже более длиннее я так понимаю по водору понятно давай Алёшенька пробуем пробуем суть до дела пока разложимся зарядим мы на то столобика так наверное будет лучше видно такой вот планхтончик поплавок отгрузка что пришло время замесить кашку перемешаем такой вот гейзер добавим водички и будет чем закормить рыбку что чем забивать кормушки что лёха ты еще очередную сейчас да заряжаешь это уже кормушка такая же да только отвод на флюрокарбоне и такой отвод сантиметров наверно около 20 да посмотрим на какой длине да сейчас будем смотреть на какой длине будет эффектно работать с нас так кашку мы подготовили такая замечательная 8 утра ветерок пошел такое немножко прохладненько там ветерок холодный отличная каша что в плане комфорта здесь конечно такие условия спартанские туалета нет так что дамам здесь будет не очень комфортно но нам то попроще так что смотрите сами стоит ли брать женские посуда еще на той стороне где мы заезжали там есть канал я так понимаю что есть мостики через канал вот и будем ехать обратно посмотрим что там может быть там покомфортно но здесь для нас рыбаков вполне достойно и нормально так в принципе на ночь и палатку есть где поставить вон широко есть широкие места и дно не пробивал глубины не смотрел глубина серьезная зашел сразу шах и там уже метр есть ну метра два где-то там дальше ага то есть да глубина комфортная в принципе так что это ты у нас тут делаешь бутерброд так попап с бойликом проверим как оно на дне будет все вести отлично отлично что там леха у тебя пупероза горит пупероза такой серьезный бутер ну там я уже бойл зарядил на одну на одну бойл да стоит я наверное сейчас возьму пружинку и забью ее кашкой попробую подцепить два червя посмотрим что из этого получится неожиданный поворот ребята событий так поржать именно вот красавчики это по взрослому блин красота где такое еще можно увидеть ну что поймали первую рыбу как повеселиться вот она красавица кушала планхтон который был заряжен на толстового пробуем еще один вариант кормушка отвод флюрокарбон сантиметров наверное 6-7 и вот такой вот пенопластовый шарик и зелено-силиконовая обманка горох тема такая что все снасти которые имеют кормушку приманивают к себе за счет набитой туда каши мелкую краснотверку тараньку сейчас экспериментируем делаем обычную снос вот я ее сделал быстренько так на скорую руку поводок грузила и два крючка по червяку посмотрим на результат закормка пошла Героня решил немножко здесь закормить себе место может быть больше водички надо было добавить нормально летит да ну серьезно так расстояние хорошее Леха решил похвастаться вон ему подлещик такой еще здесь есть оказывается да оказывается тут есть много чего 20 минут первого жарище капитально обгорели уже пораздевались переборщили сейчас опять отделили на себя вещи что сказать клево фактически нет иногда конечно есть прострелы но клево активного нет на удивление ну ничего мы продолжаем бороться ты заезжаешь опять то уже темно ага пасочки блин в детском садике давай угеренщик давай дорогой хороший парень дойдет вещи тебе подвернулась я его отпущу вывел поиграть еще не спеши наш а вы молодец на свою удочку больше тебя удочка это считается браконьерская сна вот это уже посерьезнее кабанчик выучить ты на волос ловишь с бородой да признавайся признавайся да это короб небольшой правда но тем не менее приятно на удочку приятно на удочку да вот на такой пластилин я смешал кашу пластилин и хлеб учителя спасибо вам хоть кто-то будет на удочку это за одно удовольствие да ну такой парнишка да неплохой аппетитно сейчас посмотрю еще заглотилась туда да ага и чтоб чуть-чуть и вылез да ну крючочек конечно маленький заглотишь ну говори а красава с сикорочкой все да еще нет не лестился да нормально так есть еще одна поклевка у нас да поклевка на шуреля на обычную дешевую снасть которая сделалась за 2 секунды вот он пусть подышит немножко воздуха давай дорогой не спеши вот капнул давай погулять еще хорошо он такой активный парень знаешь не сдается отпусти его отпусти я не буду туда пацать ну я понял я сейчас выведу его пусть погуляют все на бот лег можно вынимать есть да все я тебя спочинал очередной парниша вот и да червячок сработал обычный червячок да обычный пелхоз да так смотрим что у нас здесь верхняя губа засек видишь причем так хорошо в два раза видишь его и так и так зацепило так вот такой вот окунек в нашем ряду прибыло вот такой окунек в нашем ряду прибыло так вяжи вот так вот вот такой окунек Ну что, подошла к концу наша рыбалка. Навели здесь мы везде порядок. Оставили после себя чистоту, чтобы в следующем было приятно сюда приехать и отдохнуть. Сейчас сделаем контроль на взвешивание. То, что мы с Лешей поймали и Гиреня отдельно там взвесился. Сейчас, одну секундочку, мы глянем, что у нас получается. Так, плохо очень видно солнце. 8,49. Да, 8,5 килограмм, грубо говоря. Ну что, подведем итоги. Как тебе водоем? Порядок, но удочку ловить можно. Что ты, Игорь, у меня скажешь? Хороший, красивый водоем, понравилось. Еще приедем сюда. Я думаю, да, что есть смысл. Можно сюда приезжать, отдыхать и нормально проводить время. Сегодня, конечно, не супер, но без рыбы мы не уехали, отдохнули нормально. Набрались позитивных эмоций. Все, всем удачи, будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!